Настоятель Ленёвского прихода покрова Пресвятой Богородицы Иерей Сергей Гащенко 9 февраля отметил 20-летие своего рукоположения в священный сан. Дата праздничная вдвойне, так как совпадает с Днём памяти святителя Иоанна Златоуста. Возглавил Божественную Литургию, разделив радость с прихожанами, управляющей Искитимской епархией. Вместе с Лукой прибыл архиерейский хор под управлением Екатерины Зориной, чьи песнопения украсили голосами торжественную службу, а также священнослужители не только из ближайших храмов, но и кафедрального собора и отдалённых приходов. Сегодня был отец Сергий Зуев, сейчас он служит в городе Болотном, до этого служил в городе Тагучин. Здесь также был отец Алексей Мангушев, который здесь одновременно стоятельствовал, молодой священник, но уже не такой уж молодой. Также был секретарь нашей епархии, отец Иоанн, ну и сам отец Сергий. И со мной ещё были дякона, два дякона и подякона. Поэтому вот целой такой командой мы выезжаем на приходы. И, конечно же, люди, зная, что приезжает архиерей, будет такая торжественная служба, она отличается от простосов-совсенческой, стараются прийти в храм, помолиться и действительно послушать такие прекрасные голоса, но самое главное – помолиться. Настоятель Ленёвского прихода покрова Пресвятой Богородицы, отец Сергий, был рукоположен в Вознесенском кафедральном соборе. Прежде чем получить благословение, возглавит Ленёвский храм, нёс послушание в нескольких храмах Новосибирска и в посёлке Горный. Конечно, двадцатилетие священного служения – это немаленький срок. За это время отец Сергий сколько людей привел к Богу, сколько покрестил, сколько приходило на исповедь к нему, на духовную беседу, сколько повенчал, сколько он занимался с детьми в школах и воскресными школами. То есть я знаю, как его добопорядочного, вредностного пастыря, который выполняет от души свои послушания, служит Богу, Церкви, людям. Труды отца Сергия руководство Искитимской епархии оценивает очень высоко. Именно поэтому он был удостоен медали Искитимской епархии второй степени за усердные труды во славу Бога. Хочется отцу сердца очень поблагодарить за труды, за молитвы, за такое служение уже двадцатилетнее. И преподнести награду Аксиоса. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Поблагодарив за труды и пожелав Божьей помощи, крепости духа, души и тела, на многие благая лета, владыка поздравила отца Сергия. Он много потрудился и заслужил эту награду. Конечно, не только он, но и те приходы, где он служил, тоже в его лице получает эту награду. Поэтому я думаю, что он по своей скромности, конечно, говорит, что надо будет отработать эту награду. Но я думаю, он достоин и будет еще более ревностно служить Богу людям. Пожелать, конечно, крепости духа, души и тела. Потому что самое главное – это духовное, если будет здоровье душевное, тогда будет и телесное здоровье. И чтобы Господь всегда помогал, и чтобы всегда над ним был покров Божией Матери и любовь к Нему прихожан. В ходе Божественной Литургии возносились особые прошения о здравии и о спасении воинства и единении. А прихожан Леневского храма владыка поприветствовал своим святительским благословением. Настоятель Леневского прихода покрова Пресвятой Богородицы, отец Сергий, поблагодарил владыку от лица своего прихода за визит в храм и возможность разделить радость праздника. Ведь святитель Иоанн Златоуст является покровителем всех священнослужителей и составителем литургии. Каждый человек, пройдя какой-то определенный этап в своей жизни, он смотрит вперед именно с желанием исправить какие-то ошибки, какие были в его жизни. Ну и добиться того, чтобы Господь оценил твою жизнь, Господь благословил все твои благие намерения. Ну и желание продолжить служение на благо Церкви, в Церкви и в Храме Христовом. Спасибо, Господь, праздник! Субтитры подогнал «Симон»